итак первое упражнение в нашем топе это жим гантелей под обратным углом почему именно это упражнение взять например андрея шарапова он в этом спорте уже очень давно и такое упражнение как жим штанги лежа для многих спортсменов топ уровня является очень травмоопасным мышцы этого человека достаточно сильные и если взять реально адекватный рабочий вес на штанге то он возможно даст больше вреда нежели пользы например если андрей пожмет нормальную штангу килограмм 110 120 грудь конечно хорошо воспримет но плечевые суставы спасибо не скажет и так почему же это не штанга мы разобрались теперь попробуем разобраться в больших плюсах именно этого упражнения во-первых траектория работы с гантелями более щадящая для сустава спортсмен может вывести таким образом чтобы минимизировать опасную болевую некомфортную нагрузку на плечевой пояс и на локтевые суставы итак самое огромное преимущество этого упражнения эта траектория обратите внимание на работу грудной мышцы обратный угол разведения и сведения к центру помогают проработать две третьих грудных максимальный объем дает именно это упражнение в отличие от штанги от любых других углов наклона вот она это все работает с наружной части и до центральной до средней от наружного прикрепления и до нижнего до среднего после выполнения четырех пяти подходов упражнения в такой техники под обратным углом с хорошей траектории медленной большой амплитудой грудь получает такое колоссальное утомление вся практически максимальная часть что последующие упражнения будут просто продолжать этот разгон добивать второе упражнение в топе наших упражнений это конечно сжим штаны куда же без нее но разница в том что выполнить предыдущий жим гантелей и максимально нагрузил почти весь объем грудных мышц штанга будет заведомо с меньшим весом и вред для плечевых суставов и для локтей будет гораздо гораздо его практически не будет а верх грудных почему мы делаем под углом головой вверх будет продолжать убиваться нагружаться то есть как раз работать та часть которую мы не доработали предыдущем упражнение темп максимально подконтрольный для плечей все комфортно для локтей тоже а грудь продолжает уничтожаться жим лежа никто не отменял единственном и его чуть-чуть поменяли местами так мы продолжаем прорабатывать верхнюю часть грудных вторым топовым упражнением джим штанги лежа напоминаю угол 30 градусов вес всего 60 килограмм но судя по лицу шарапова ему хватает о да еще разговаривать будем добавлять жим есть жим хочется обратить ваше внимание именно для кого и для чего мы переставили эти упражнения местами почему начали сумма гантелей и почему мне всю не исключая жим штанги но ставим его после для начинающих спортсменов когда стоит вопрос общем повышение силы силы выносливости мышечной массы естественно жим штанги будет предпочтительней он заставит работать и плечи и трицепсы и грудные мышцы и все на свете а так как я уже сказал спортсмен с большим опытом любой спортсмен либо же спортсмен возрастной который даже может быть начинающим но у него уже есть риск травмировать плечевые суставы и локти для такой категории людей сам по себе жим гантелей будет более щадящим и работает по принципу предварительного утомления убив мышцу жимом гантелей более безопасным упражнением мы переходим к базисному упражнению исключать его нельзя из системы я пробовал наблюдается через месяц работа без штанги все-таки откат небольшой поэтому мы его вставляем на вторым третьим не исключая иногда можно от него отдохнуть иногда можно его поставить первым но не доходя до максимальных весов все-таки это упражнение базисное оно и было и есть и будет им поэтому данной тренировки но второе а так каждый человек начинающего либо продвинутый определяет эту очередность для себя поэтому прошу не забывать что это все-таки топ-пятерка менять местами можно упражнение никто не возбранял но индивидуальный подход тоже никто не отменял третье упражнение в нашем сегодняшнем топе это конечно же брусья какое бы оно ни было спорно это упражнение но после двух предыдущих здесь не нужно цеплять никаких отягощений грудь трецепс плечи все работает собственным весом и получает колоссальней шум нагрузку игнорировать ее нельзя добавлять это упражнение время от времени надо и его эффект никто не отменял четвертое упражнение сегодняшнем топе это конечно же разводка в данный момент это упражнение мы делаем супер сетом с брусьями это упражнение изолировано обратите внимание угол мы опять взяли небольшой вертикально в данном случае 20 градусов андрей за счет доворота кисти еще больше увеличивает амплитуду в этом упражнении и таким образом в брусьях и в разводке мы цепляем опять нижнюю среднюю верхнюю все части грудных мышц большинство ребят любят делать отжимания на брусьях с отягощениями оно и понятно упражнение очень мощное многосуставная цепляет максимально весь грудную часть плечи трицепсы но как я уже говорил ранее для спортсменов бывалых работа с отягощениями но в брусьях может пагубно сказаться на плечевых суставах они у спортсменов больше всего подвержены травматизму исключиться локти выполняя это упражнение в программе третьем или четвертым я иногда его делаю последним эффект для мышц получается тот же самый что от отягощение используя предварительное утомление от других упражнений мы не нуждаемся в дополнительном весе или в какой-то любви на блине между ног а эффект получается тот же минус риск травмоопасности для плечевых и для локтевых суставов максимально задействуется нижняя часть максимальная амплитуда без каких-либо тягощений 8-10 повторений и грудь убита хочу обратить ваше внимание отдельно на разводку естественно это упражнение можно делать под любым углом горизонтально и вертикально и мы меняем акценты меняем точку приложения силы почему мы делаем его в связке с брусьями здесь мы используем суммарный объем работы 10 повторений на брусьях и в итоге нам не надо делать много повторений в разводке достаточно небольшим весом выполняя повторений 10 сумме мы получаем 20 это дает достаточно достаточно сил достаточно достаточно большую нагрузку для проработки грудных мышц но при этом вес на разводке не такой большой который мог бы быть травмоопасным при большой амплитуде для плечевых суставов и так мы дошли до 5 упражнения сегодняшнего топа прокачки грудных мышц естественно все пять упражнений не могут быть базовыми все 5 не могут быть массонаборными и как право в любой нормальной тренировке используются тренажера блочные приспособления машина сметель и тому подобное мы сегодня будем использовать сведение кроссовере блочная рама почему это упражнение почему не другое во первых предыдущих упражнениях очень сильно устал трицепс поэтому жим машине смита допустим или жим в хаммере уже будет не столь эффективен для грудных будут больше убиваться дельты и будут убиваться трицепсы почему не грудь машина например которая казалось бы тоже обеспечивает сведение четкая фиксация средней части кое мы хотим добиться именно в тренажере почему не грудь машина почему здесь это упражнение по биомеханике является более сложным так как в нем больше степеней свободы соответственно будет больше работать стабилизаторов сателлитов тех маленьких наших запчастей которые будут обеспечивать но если этот плавный ход всей траектории она является одновременно и более сложным тренажер грудь машина и в то же время она позволит нам отключить трицепс активы акцентировать внимание на сведение средней части грудной мышцы благодаря наклону корпуса спортсмен может подобрать себе оптимальную траекторию то есть немножко ниже немножко выше и направить работу именно на ту часть которая у него по его мнению больше отстает подрезать низ например да прорисовать среднюю часть средняя часть прикрепления грудных мышц вот и естественно благодаря обилию блоков сам ход этого тренажера будет максимально безопасен для плечевого пояса пусть он мягкий если кроссовер конечно у вас хороший ход мягкий плавный и безопасный так как упражнение уже 5 и грудь и плечи максимально устали поэтому мы выбираем именно это упражнение как вы можете видеть пиковое сокращение мышцы испытывает в нижней точке траектории вверху максимальная растяжка как я уже сказал безопасно для плечевого пояса внизу пиковое сокращение такого сокращения свободным весом добиться невозможно ввиду работы трицепсов здесь постоянная постоянная направляющая по траектории сведения блоков заставляет в нижней части мышцу быть максимально напряженной от самого верхнего до нижней части как вы можете видеть спортсмен может каждом подходе менять траекторию сведения первый подход вот и стояли выше второй подход андреях опустил ниже тем самым не каждый каждый подход он не повторяется мы смещаем акцент обеспечивая максимальный налив максимальную проработку всех участков от нижнего к верхнему и наоборот третья вариация андрей отошел за блоки вы можете видеть максимальную вариативность возможностей выполнения сведений в блочной раме как я уже сказал ранее других тренажерах это сделать более проблематично а здесь полет вашей фантазии не имеет границ и основываясь на собственных ощущениях вы меняете угол наклона положение корпуса относительно блоков темп высоту вес то есть все для вас первое упражнение нашей сегодняшней тренировки это супер сет гиперэкстензия и вторым упражнением в этом сете будет наклоны с гантелями гиперэкстензии мы хорошенечко растягиваем спину дополнительный вес не берем андрей тянет позвоночник приводим поясничный отдел состояние боевой готовности ровно дышим выполняем 10-12 повторений вторая часть первого супер сета это наклоны с гантелями обратите внимание при подъеме корпуса вверх мы обязательно сводим лопатки для чего это нужно в большинстве упражнений многих спортсменов не хватает сил хорошо доработать и закачать грудной отдел позвоночника поэтому пока спортсмен свежий пока он максимально сконцентрирован мы не просто разогреваем поясницу этим упражнением а мы разогреваем грудной отдел позвоночника закачиваю приводим его хороший тонус для дальнейшей качественной тренировки обратите внимание в нижней точке андрей растягивает широчайшую и столбы разгибатели спины верхней точке полностью их сводит также выполняется по 10-12 повторений это в трех подходах так следующее упражнение наши бомбезной тренировкой для спины это подтягивание подтягивание с помощью напарника это необходимо для того чтобы увеличить амплитуду мы постараемся в этом движении как бы совместить две амплитуды вертикальную тягу и горизонтально мы будем выходить самой верхней точки и тянуться турником а до солнечного сплетения без напарника это сделать невозможно но именно в такой тяжелейший амплитуде выполнив 6-7 повторений вы получите максимальный налив верхнего массива спины и и Продолжение следует... Третье упражнение в нашем сегодняшнем топе для спины – это тяга нижнего блока в кроссовере. Для этого мы используем две мягкие рукояти, опять же, для увеличения амплитуды. Это будет максимально возможная амплитуда по сравнению с любым другим упражнением. Почти как и в предыдущем подтягивании. Выполняем общую задачу – максимальный объем работы в единицу времени. Также, обратите внимание, выполняем чередование свободного веса в предыдущем подтягивании и теперь задействуем блок. В двух этих упражнениях работают практически все мышцы спины. Выполняем три подхода по 12-15 повторений. Четвертый суперсет нашей сегодняшней бомбовой тренировки для спины – это рычажная тяга и кулловер в сочетании. Но хочется обратить ваше внимание, что рычажную тягу мы используем, если, конечно, в вашем зале этот тренажер хорош. Это не в каждом зале есть. Если тренажер не очень качественный, и вы понимаете, что он не даст вам необходимого результата, лучше использовать тягу гантелей в наклоне. Но именно этот тренажер, спасибо клубу Orange, который нам предоставил возможность заниматься на его оборудовании, он реально бомбезный. Здесь мы будем использовать два хвата. Первый, Андрей продемонстрирует, хват параллельный. Два подхода мы сделаем таким хватом. Следующие два, начинай. А следующие два подхода будут нейтральным хватом, выполнены также суперсет с кулловером. Используем максимальную амплитуду, растяжку и пиковое сокращение, как вы можете видеть, вот в этой точке амплитуды движения. Вес податливый, выполняем 10-12 повторений. Повторюсь, будет 4 подхода. После предыдущих двух упражнений поясница фиксирована, а широчайшие, ромбовидные, большая, малокруглая, весь массив спины продолжает наливаться. Продолжает гореть, уничтожаться и расти. И вторая половина первого подхода кулловер. Обратите внимание, вес берем совсем небольшой. В отличие от общепринятого мнения, но мы пытаемся извлечь огромную амплитуду. Задача хорошенько потянуться, так как мышцы уже достаточно забиты. Мы их растягиваем. Межреберные, грудные, широчайшие, естественно, особенно широчайшие. Благодаря тому, что мы используем блинчик, а не гантелю, то есть хват немного шире, и мы как раз воздействуем на внутреннее брюшко прикрепления широчайшей мышцы под лопатку. Андрей хорошо тянет поясницу. Позвоночный столб растягивается. Снимаем компрессию, которая была получена до сих пор. Своего рода активный отдых. Глубокий вдох, глубокий выдох. Напряжение остается. А общее тело отдыхает. И последнее, пятое упражнение нашей сегодняшней топовой тренировки на спину – это вертикальная тяга. Почему оно последнее? После всех предыдущих нагрузок мы, естественно, тянемся вверх, растягиваем позвоночник, как и в случае с пулловером. Первые два подхода мы делаем независимыми рычагами. Благо, наше оборудование позволяет это сделать. Каждая рука работает независимо друг от друга. Плюс, такая техника, независимыми рычагами, дает огромную амплитуду, большую вариативность для проработки. Как правой, так левой части, так и двумя сразу. Выполняем два подхода, по 12, по 14 повторений. Тянемся, дышим, темп свободный. Наслаждаемся процессом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выполнив предыдущие два подхода независимыми рычагами, последние, самые последние два подхода в тренировку, мы выполняем общую, широкую рукоятью и делаем эту тягу за голову. Стараемся это делать с помощью напарника. Почему? Тело очень устало, спортсмен устал. И приличным весом, качественно дотянуть, голову не откидывать, становится проблемным. Поэтому, чтобы не халтурить, выполнить с хорошим весом этот подход, и с качественной длинной амплитудой, попросите кого-нибудь помочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бабушка, помогни. Дедушка, дедушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также вверх растягиваем позвоночник на вдохе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И немножко добиваемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уничтожаем. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спина горит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в конце остались. Потянулись немножко. Право-влево. И аккуратно встали. Благодарю. Деньи. Как ощущения? Даже я за 30 лет не искудовал такой ядерной тренировки на себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...